Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим актуальную тему не только предмета философии, но и всего современного мира. Тема образования, наука, техника и технологии. Начнём с понятия образования. Образование – это целенаправленный процесс получения знаний и воспитания. Обучение и воспитание. Здесь я бы хотела сказать о том, что надо обратить внимание на категорию и воспитание. В частности, величайший мыслитель тюркского мира Аль-Фараби говорил То есть образование, полученное без воспитания, злейший враг всего человечества. Пифагор также отмечал, что образование можно и разделить с другим человеком, и дав его другому самому не утратить его. Вообще именно образование отличает людей от животных и так далее. Наука. Наука – это деятельность, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности. В плане определения науки, конечно, существует огромное количество определений, но данное определение, на мой взгляд, наиболее корректное. Цель науки – это постижение истины и открытие объективных законов на основе обобщения реальных фактов в их взаимосвязи для того, чтобы предвидеть тенденции развития. Здесь надо сказать, что наука на сегодняшний день является одной из ведущих и востребованных форм общественного сознания. Техника. В переводе с греческого буквально означает искусство, мастерство, умение. Техника. Это общее название различных испособлений, механизмов и устройств, не существующих в природе и изготовленных самим человеком. Также слово «техника» означает способ изготовления чего-либо. И основное назначение техники – это, конечно, избавление человека от выполнения физически тяжелой или рутинной работы и также предоставление ему большего времени для творческих занятий. Технология. Технология, опять-таки, исходя из понятия слова «техника», это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата. В широком смысле слова технология – это применение научного знания для решения практических задач. Основная задача современных научных технологий – это внедрение новаторских эффективных решений в развитие всех сфер человеческой деятельности, начиная с обыденной жизни каждого и заканчивая внедрением разработок в промышленном производстве, в аграрном секторе и продвижении бизнеса. Это один из представителей философии техники – Льюис Мемпорт. Прежде чем говорить о высоких технологиях, буквально несколько слов хотела сказать еще раз о образовании. Образование на сегодняшний день, как я вам говорила, это актуальная проблема всего современного мира. В частности, актуальной сферой или формой современного образования является так называемое инклюзивное образование. В частности, в рамках нашего университета, в недавнем прошлом, так сказать, были проведены курсы повышения квалификации по проблемам и методологии обучения инклюзивного образования. Итак, к высоким технологиям обычно относят самые наукоемкие отрасли – это промышленности, это такие отрасли, как микроэлектроника, вычислительная техника, робототехника, атомная энергетика и так далее. Также относят к ним и информационные технологии – это информационно-коммуникативные технологии, совокупность методов, программно-технических и технологических средств, обеспечивающих сбор, накопление, обработку, хранение и распространение информации. В частности, мы сейчас с вами также находимся в сфере информационных технологий, цифровых технологий, так называемых, и ведем занятия в рамках видеолекции. В вопросе о том, является ли развитие науки техники позитивным или негативным началом, существует два основных направления – так называемый сцинентизм и антисцинентизм. Сцинентисты утверждают, что роль науки высока, как важнейшего фактора саморазвития человечества. И также они рассматривают науку как сферу культурного, морально-этического возвышения людей. Антисцинентисты, наоборот, анти, напротив, обвиняют науку в создании атмосферы бездуховности, демонизируют ее результаты. Конечно, мы должны говорить о том, что на современном этапе связь науки и техники очень высока. Научные исследования уже невозможны без современной техники высочайшего уровня. И в этих областях всегда применяются самые передовые разработки. В то же время особую опасность, можно сказать, представляет возможность самоуничтожения человечества в результате неосторожного обращения с результатами научно-технического прогресса. Об этом мы тоже, конечно, должны помнить. И об этом мы говорим обязательно на занятиях по философии с представителями любой специальности. Современное образование — это цифровое образование и так называемые цифровые технологии. Под цифровыми технологиями понимают технологии сбора, хранения, обработки, поиска и передачи данных в электронном виде. Цифровые образовательные технологии — это инновационный способ организации учебного процесса, основанный на использовании электронных систем, обеспечивающих наглядность. Цифровизация образования — это использование приложений, программ и других цифровых средств обучения в вузах на дистанционных курсах. В рамках третьей модернизации Казахстана, конечно, была дана установка достигнуть максимально успешного развития цифровых технологий. И в стране набирает обороты такие услуги, как мобильный банкинг, онлайн-торговля, цифровизация, как обязательное требование бизнеса. Также, помимо этого, в развитии коммуникации особая роль отводится IT-технологиям. Технологии в образовании — это такие понятия, как технология развития критического мышления, проектная технология, технология развивающегося обучения, технология проблемного обучения, то, что я говорила несколько выше, например, инклюзивное обучение, образование и так далее. Научное познание — это особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о природе, человеке и общества. В рамках научного познания, конечно, здесь важен такой момент, как метод, научный метод. Научный метод — это система категорий, ценностей, регулятивных принципов, методов обоснования, которыми руководствует в своей деятельности научное сообщество. В структуре научного познания выделяют два уровня — теоретический и эмпирический. Формами эмпирического уровня познания являются научный факт и эмпирический закон, а формами теоретического уровня научного познания являются проблема, гипотеза и теория. Также каждому уровню научного познания соответствуют свои методы познания. Методами эмпирического уровня научного познания являются такие методы, как наблюдение, эксперимент. Методами теоретического уровня научного познания являются такие методы, как формализация, математизация, логический метод, исторический метод, абстрагирование и так далее. Но также существуют так называемые всеобщие методы, которые применимы как на уровне эмпирического уровня, так и на уровне теоретического. Это такие методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция и так далее. В этом слайде наука в Казахстане, каковы основные проблемы и перспективы развития. Развитие науки, конечно, как я вам говорила, это один из важнейших вопросов на сегодняшний день. Как сказал наш президент, в данной отрасли ощущается нехватка именно представителей молодежи. И в целях развития отрасли в Казахстане было объявлено о создании национального совета по науке и технологиям. И одна из основных задач – это применение науки на индустриальные нужды нашей страны. Вывод на рынок инновационной продукции предполагает очень сложный путь прохождения от генерации идей, проведения фундаментальных исследований до построения инновационного бизнеса и вывода готовой продукции на рынок до конечного потребителя. Все это, конечно, связано со сферой образования, науки, техники и технологии. В числе стран, с которыми нам хотелось бы вести плодотворное сотрудничество, Но приоритетными для нас являются такие страны, как, конечно, США, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Израиль и так далее. И стран СНГ – Украина, Белоруссия. Также, конечно, приоритетным является сотрудничество с российскими коллегами. Но, как я вам уже сказала, образование, полученное без воспитания, является, конечно, негативным фактором в некоторых проблемах современного общества. Знания сами по себе не могут иметь статус положительного или отрицательного. Здесь, скажем так, дело в том, как и кто с какими намерениями, приобретая эти знания, использует их в современной жизнедеятельности человека. И поэтому на сегодняшний день человечество имеет так называемые глобальные проблемы. И глобальные проблемы, конечно же, являются следствием противостояния природы и человеческой культуры. А также несоответствие или несовместимость разнонаправленных тенденций в ходе развития самой человеческой культуры. К глобальным проблемам современности мы можем отнести такие проблемы, как катастрофическое задрязнение окружающей среды. То есть на сегодняшний день, к сожалению, ведущими глобальными проблемами современности являются экологическая проблема и проблемы войны и мира. Также проблемы снижения биоразнообразия, обеспечения человечества ресурсами, исчерпания нефти, природного газа и так далее. Дефицит водных ресурсов. По поводу дефицита водных ресурсов, я думаю, это одна из проблем и нашей страны, Казахстана. И мы завершим свое занятие понятием геополитика. Геополитика – это направление политической мысли, концепция о контроле над территорией, о закономерностях распределения и перераспределения сфер влияния на влияние различных государств и межгосударственных объединений. В научном сообществе отсутствует консенсус касательно статуса геополитики как науки. Здесь надо, наверное, сказать, что на сегодняшний день Казахстан занимает очень выгодное геополитическое положение. Поэтому мы, наша страна, наша молодежь, ученые должны максимально использовать это положение нашей республики. Здесь вот понятие природы. В понятии природы мы можем выделить так называемую живую природу и неживую природу. К живой природе мы относим такие понятия, как биоценоз, популяции, многоклеточные организмы, клетки, доклеточный уровень, и социальная материя – это человеческое общество и общественная жизнь, конечно. И весь остальной мир мы относим к понятию, так сказать, неживой природы. На этом мы завершаем сегодня наше занятие. Всего доброго. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok